вот последнее высказать двое за понедельник это и перевесила как бы сказать перевесила саму субботнюю вариант попробуем пока по понедельник большинство смотрят записи но все-таки мне нужна живая аудитория когда говорю я чувствую что надо знать антона он когда-то меня заменит вот еще и назвал несколько пример так поехали здрасьте валяре если провести будущее сады позволяет трубы с теплой водой так я не могу сходу ответить у меня такая есть я вечером ложу спать утром я знаю ответ причем точно и окончательный сейчас растерялся попробую сообразить значит скорее всего сад погибнет скорее всего например он будет раньше просыпаться подпадать по заморозке или последнее мороза он будет поздно засыпать и опять попадать я думаю что этого нельзя делать есть какие-то исключения справилась такое понятие зимние сады но они предназначены помните я рассказывал меня персики и сейчас прекрасно себя чувствую единственный привитый персик на абрикос уже цвел и погиб то есть если персик он более назовем его более сказать более более приносить для более мягкого климата абрикос все-таки из этого его родина все каталинские горы с 50 45 градусов на розы вот ему не понравился даже даже не утепленный а наоборот раскрытие всем витрам мой этот самый мая теплица вот значит получается что есть зимний сад он должен быть обязательно прогретного признать на длину это тех культур которые могут зимой не спать те которые спать все спать спать и спать то есть я против вот теперь так добрый день у река сеть будьте добры ответы мне двухлетние саженцы у меня есть 2 2 летних саженцев груши высотой вышибания ух ты хорошо растут штамп чуть шире карандаша а как так шире карандаша и такой высоте растила семечек культурной груши кайзер из магазина чтобы цветок если не приводить дичок как определить листья правильно только на коротких ветках пучками на концах как будто шипы листья правильная работа шипы шипы это плохо но делать даже до сущних шипах давайте еще раз вы видели вам показал фотографию черешни боднера площадь два раза больше вот этого самая ладонь видели да это чудо родилось из магазинных косточек черешни яблони груши груши то есть он не показывал грушу саженец потом у меня замерз я у него купил один саженец груши сенсор а его это уже было после того когда он получил урожай и сделал сенс а он так из семечек то груши которые в магазине продавал получил прекрасный результат но дальше не пошло у меня он замерз уже из семечка не хватало крови тоже например сурийские дикие груши вот мой ответ значит то есть вы же так допустим вот я вижу до имени по-русски где вы живете не знаю на данном может быть я должен был знать но может быть но памяти позволяет вот может быть теплых краях она будет достаточно культурная и получится почему возьмем допустим лесную красавицу обыкновенной ферме пошел в лес смотрится растет большое дерево в лесу крупная роскошная сладчайшая груша назвал лесная лесная красавица так что получается есть один пример так вот автор и пример было ли вот эта культурная груша козер лисандр привита на дичок мы этого не знаем если она получит из южных кровь может быть даже на дичок не привез и у вас есть шансы получить культурные вкусные плоды до первых морозов которые превысят 30 градусов вот такой ответ то есть вот такие морозы нет нас возможно будет крупный одно мы один из моих постулатов очень так это важнее важнейшего одно и то же семечко посажено на первых себе и выживший жестком климате удаст плоды мелкие полукультурные или будет быть и это же семечко культурным краю культурным краю может дать крупные плоды крупные на южном краю же не замерзли то есть эта семечко будет подстраиваться под климат под климат отсюда успехи нашего водного так вот отсюда неудачи мичурина когда он взял семечки с антоновки но привитая на дичок семена ему дали дичок или мой пример у меня получились из 200 жесточайшим отбором 10 саженцев 5 из них женских и вот такие вот плодики а высылали то мне плоды то вернее семена вот таких плодов настоящих так как мог ответил так сила салам вам салам и такистан у меня вопрос есть продавцы синга говорится что мичуриц мог привить почку груши к лимону после пятилетней дачи попытки этой груши перестал сбрасывать то есть осенью а ученик мог привить ремонт на душ это правда или ложь дело в чем вопрос к ним не в этих именах это может быть правдой вопрос будущем на этом все дальше дальнейшее развитие эти все назовем их гибридами на решение не получит приваем семена допустим то есть не сильно оборачиваем семян уклонение пойдет или туда или туда и конечно счете вы потеряете или лимон или грушу а если например вам же нужно будет как вроде что-то получила эта груша перестала сбрасывать листья то есть она стала вечно зеленая то это работа надо продолжать на что и дальше привать правильно на лимон качество лимона усилится конечно токе на четвертом пятом на десятом поколении вы получите чистый лимон вот или смерть тот же как получится можно ли срости деревья значит в отдаленной гибридизация она не имеет практического значения яркий пример в мечунинский как сад царапата что казалось бы общего между там допустим черемуха из вишни можно я могу это сделать но дальше что мне не нужна не вишня вкусом черемухи не черемуха с вкусом вишни понимаете в чем дело а вот это вот как бы отвлеченное понятие а давайте сделаем невозможное и вы можете это сделать и у вас будет перестанет ли сбрасывать осень можно не во всех случаях можно может сразу получится неудача или как вот например помните я говорю тысячи десятки тысяч саженцев абрикос это яркий пример на эту же тему только на вашу же тему уважаемые дагестанец если получилось что десятки тысяч саженцев прижилось их продали десятки тысяч крупнейший бетонник и крупнейший авторитет сибири купечки бетонных россии вот это речь идет о тысячах и десятках возможно сотен я наконец-то впервые от случайно чека любителя увидел что все-таки заплодоносил может их на всю страну еще несколько найдется а так что чё она нам надо надо только в одном случае очень много болот очень много с близким культур в этом вот там почему бы не на эту же самую песчаную вишню от которой является кустами 2,5 метра в нее корни соответствующие но это надо специально работать 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 работа и вы написали можно ли срастить эти деревья да можно вопрос какой цель ставить вот если вы уважаемый сайт на находитесь где-то на вершине пирамиды на прорываться с научной степени у вас есть как называется это называется все скажу вот когда тщеславие тщеславие невероятно а вот не получилось а я вот а где она это привитая груша которая спросит перестала сбрасывать лист 8 где она сейчас то нету никогда не найдете помните я говорю все вегетативные гибриды они существуют но первым и последнем поколении больше не повторяются вот таком виде в каком они есть вот поэтому если у вас веществолюбие если вы хотите если у вас есть кто-то вам позволит этим заниматься посвятить этому жизнь вы станете вторым мичуриным причем незабытым мичуриным а уважаемым человеком если вы действительно что-то этим добьетесь в одном случае это морозостойкость в другом случае возможность работать в россии там где близко грунтовой воды понимаете вот о чем речь идет а это просто ну как ну вот 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 это привели груши вот с растили с лимоном а результат он может быть только ну как вот вы знаете как эти самые шахматист существует рядом параллельный мир сам когда-то неплохо так вот играл развивал мозги только а не со своими обидцами а вот вариант дракона а вот еще новый подход она имеет значение она не поможет даже выиграть чемпионат мира там другие качества нужен чемпионат мира подсиживать иметь поддержку невероятно крепкие нервы или как у алёхина не садился без бутылки коньяку тоже какие-то качества тоже от коньяка доставали надо вам сращивать видите как я вопрос поставил так можно ли привить а его на черноклодную рябину в общем они они родственники можно привить другое дело со всеми я всегда удивляю да вот этого когда-то раздобыл эти самые в качестве вырастил замерзли к чертовой матери ну ладно пусть она не может было бы на удивленного вкуса такое что знаете как медовая как вот айва это что-то среднее между яблони и груш причем настолько все что мне попадалось есть невозможно если берешь этот плод и можно спокойно кинуть человеку голову пробить голову она будет так не разобьется вот это крайне суть я беру правда зачем и привать можно можно что-то получите но у него его свои качества вкус дубовый как обычно да вот не яблоко не груша тёпами использую часто как по двое нажимала русла а вот зачем она сильно плотко привить получил я привал грушу рослинца его на черноплодку получил дебильный вкус взял топор а дальше решайте сами можно но надо ли так евгений можно ли на день и лучше ну правильно баристан сказал правильно а на что приватил его в северных широтах так а зачем вы тот же вопрос на что приватил ну давайте в том что риску грушу уж ей-то по барабану не хотят все эти широты давай тогда на уссурицкую грушу самая дикая из всех груш какие только есть на свете еще дикой груша в лесах российских уже не то вы меня извините видите мне нет у меня жарко невероятно я взял распахнул эту свою щупую грудь так а вот и ответ готов на усырику видимо груши совместимы дальше а его это неправильно я так полушутя говорю но и полусерьезно алексей опоздал я про вас только хорошего сказал и назвал у вас восходящей звездой садоводства в принципе когда-то если там наш кто-то попадет вверх а вот и такие как вы 1027 призовет как мобилизует срочно лекции стать института или в эти или в опыт институт заниматься то о чем мы сейчас говорили тем говорю вы не слышали что что я про вас когда уж так заплодносил ваш колес ухты дорога на плодов штук 30 прозевал у его подвой выросла ветка метра полтора что с ней делать оставить его в покое она вряд ли обгоняет раз он плод носит значит уже мощный саженец мощный привитый оставьте покой посуде что на нем выросли помните я показывал что там еще рука елена савинич там было так две-три плода подвойные две-три плода приводит эти огромные эти средние они как-то друг друга на друга повлияли и по двое вместо того чтобы быть вот такой манджуриц он уже солидный такой манджуриц получился мне просто кажется что вы можете с помощью этого подвоя получить новое направление так называем так а то это самое еще подождите немножко дозреет и давайте этот письмо будем хвастаться вместе для меня каждый такой это поэтому и памятник это я себе памятники рукотворные создаю с помощью ваших подарок это все если вы родители то я дед ваших этих и одет ваших этих сортов друзья сорт образцов пусть дед так редко вырос из подвоя ну в общем я ответил следующий год может культурная прививка и не проснется а все сила уйдет подвойный вечер а кстати это вторая важнейшая причина спасибо александр подсказали я уже устал это вторая причина почему надо его оставить мало ли что с культурным придет а этот никуда не денется подвойной это убить практически невозможно у меня таких случаях много на прививках абрикоса не допуская дичьков из крови шейки я бы посоветовал отломать или хотя бы сильно горечь в твоесть так не понял я не понял я тут вы говорите проснется значит оставить туда говорите отломать ну ладно это все уже детали так бухтиярова казахстан тоже опоздала так вы говорили что в заделённом саду на деревьях так видимо не закончена а вот ниже будет ладно смотрите я думал как у яблоницович будет приведу высоту хорошо будет но абрикосы прививки не прошулись очень печально было так есть подвой уже есть абрикос дальше вот дальше ирина продолжает считает целиком валерий косичка горе что заделён в саду на деревьях сливы виселся тюрьмы ведь однако приспать нет а не заводится для в этом году посещение обстоятельства сейчас попало очень поздно все заросло травой на деревьях и ягодок кусок не было при у соседей для было больших колесов так как сорняки пололили все на земле или надо делать поцелуй коронавирус не помешает виртуально я вас целую целую чуть у него засос извинить дело в том что нет так это письмо нужно чтобы вот сейчас 25 чек услышит а потом 500 а когда-то и уже миллион когда учатся доставят травой для минимум я не зря перестал вообще бороться а там где черной земли прополка окна всегда будет хотя муравьи при этом практически уничтожены на 99 процентов мы просто негде жить они поэтому начали чем на земле не водится ну что закончили на сегодня как я по это фантастику прочитал вот не предстал а я это придумал вот такие у нас руководители интересно в реальном виде и все таки согласиться хоть один пожертвовать жизнь ради 300 миллионов россиян или нет я бы согласился но мне такой не дадут возможности машина времени при моей жизни не изобретут ну все друзья закончили на сегодня давайте прощаться так каталог семян и валерия железа возьмете кому не посмотрите вражай слабенький а вы сейчас заказывал книги бы заказывал кассе как называется кассе подарков вы заказывал это намного важнее для ваших до всех это речь в случае когда подарок приносит пользу три шоколадки стоит шоколадок стоит сколько книги да интересно ну ладно давайте прощаться то есть пришлите мне эту самую потом посмотрите этот наговорил и буду готовиться в общем оставляем понедельник потому что от вас пока просьб вернуться субботам не было на этом остановимся пока на понедельник и до свидания друзья спокойной ночь сенсации за мной оставляем Спасибо. 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 Посмотрите на это чудо. Вот. Помните. Красавица. Спортсменка. Что там еще была. Умница. Студентка. Так. Теперь мы студентку поздравляем Елену Александровичу с красным дипломом. Я поздравляю от всей души. Вот. Мне немножко на душе пасмурно. Потому что неизвестно какое у нее будет будущее. Вы знаете. Сейчас мы с вами посмотрим так. Смотрите. Вот. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 .